ну вот последние новости по поводу моего мати за как вы санчо панчо выписали так и есть мастер мне позвонил и говорит что на машине двигатель надо делать полностью комплексе говорит а это очень большие деньги не только от ремня не только от крышки общем короче я позвонил мастеру который белый в анталии он сказал отправьте сюда в анталию я вам год бесплатно отремонтирует все гор по новой поставлю за свой счет вот свой косяк от исправлю игорь вы приедете как перегоните но это надо было конечно делать сразу но у меня тут советчика очень много было и соседи все что это трамблер полетел туда-сюда в общем короче оказывается надо было сразу его слушать я не слушал ну теперь вот этот который забрал тоже требуется меня 4000 лет за то что он посмотрел за то что он отвез к себе мастерскую за то что он привезет все 4000 лет а отправка машины договорились этот эвакуатор за 5000 и того 9000 вот и того что я туда поеду на автобусе еще 1000 и 10 тысяч оттуда за то что я приеду на машине бензина это самое еще 2000 12000 того эта машина мне обходится ремонт все все 55 тысяч лир 55 тысяч лир при стоимости этой машины но таком хорошем создать за 220 230 можно продать то есть я что хочу сказать 1 3 час почти уходит на ремонт здесь вот такие вот цены и ничего ты не сделаешь это бесполезно с ними спорит тоже бесполезно права кача тоже бесполезно но или же его выкинут мусор таком же виде но или же его ремонтировать и продать я уже как видели вот это и сварочный аппарат все что у меня есть у меня выставляющая на продажу надо продавать у меня запасе оставлял деньги на всяк случае 50 тысяч все ушло все ушло как хвостом это лизнула короче говоря да как говорите как другие блогер умолят просить перечислить и мне деньги самое я не смогу вот да даже если бы я смог все равно никто мне это самое это никто и не обязан честно говоря вот я вам просто описываю ситуацию чтобы вы думали что я кого-то к жалости вызываю я не вызываю никого я никогда жалости никого не вызывал чтобы знали здесь что вот я делал ролик утром и по замужеству и по образ жизни здесь это дело такое что за такой красотой морюшка сырышка вот такие вот эти когда коснется с машиной особенно если у вас машины хотите ездить или же вы будете на велосипеде ездить как многие наши соотечественники делают как в анталии они короче двое детей рюкзаки за спиной короче у мужа и жены у обоих велосипеды и двое детей и по всем этим катали они их это самое даже был блогеры одни были если помните которые с детьми на велосипедах везде то у меня соседы был артем тоже у него велосипед у его жены велосипед и маленький ребенок на велосипеде как-то мне было странно вот потому что оказывается они умнее хотя они недавно приехавшие люди были москвичи вот они умнее нас оказывается до первой хорошей поломки вот и никто вам это самое хорошо что я на него наехал все все я говорю извини братан твоя твоя это косяк ты его сказали гарантина все все он горит я сделаю бесплатно все за неделю год еще неделю здесь буду кататься полностью апробации проведу потом вам сообщу приедет игорь заберете у меня другого выхода нет просто-напросто у меня другого выхода нету потому что или здесь заплатить еще 50 тысяч за ремонт полностью комплект за ремонт вот или же купить новый двигатель где-то вот хотя есть она в этом весь мире не знаю сколько но извин тоже почти 40 тысяч это установка установку так и так берут 50 тысяч здесь вот здесь вот такие цены здесь никто никого нет самое пофигу им кто ты чё ты как ты так что мои запас короче был короче до следующего у меня следующем месяце доход вот намечается слава богу все нормально но дает а надо дожить еще и 50 тысяч ушли как поток отхоз короче нету вот такие вот дела ребята вот такие вот дела золотой матись за эти деньги естественно россии можно купить бушный матись на ходу и в этом можно вообще купить казахстане нормальную машину но я вот я же говорю надо довести до конца и продать хотя бы выручить свои деньги и возвратить свои это самое хотя бы потому что если я даже его продам за 200 даже грубо возьмем вот это самое это будет 6 лишним тысяч долларов короче да даже за 200 из и потому что такие стоят именно такие такого года выпуска а вот за 220 это по срочному продают а так за 250 вот если я его продам за 200 даже ну вот это будет где-то ну где-то шесть с половиной тысяч долларов да ну вот потратил две тысячи долларов четыре тысячи с копейками короче навар вот такие дела за четыре тысячи долларов конечно можно купить и хорошую машину европе где-то в америке где-то нормально более-менее на ходу в россии вообще нафиг это ну надо теперь возместить то что это нельзя бросать на мусор если сейчас у нас говорят же обидевшийся говорит на блоху сжигать одеяло не стоит обидевшийся на блоху и никого не надо слушать я еще рад это в этом убедился никого никогда не надо слушать моя мама всегда говорила покойная тыгод никогда никого не слушай вот если бы я тогда он не я с ним позвонил что он мне сказал отправьте отправил бы я бы не заплатил бы за трамблер деньги за этого господина вот этого я бы сэкономил бы 6000 лир а то и больше ну вот теперь приходится за то что послушался вообще всех надо посылать нафиг то советы дает вот так особенно вот сосед вот этот электрик тоже вот у него наверно там не надо никого слушать у меня голова еще тогда сработала я говорю надо отправить хотя для многих это было смешно как же так отправит оттуда приехал опять отправить туда да это да ты попадешься на большее если там есть человек который бесплатный вот будет делать понимаете ты попадешься на большее не надо было никого слушать а я как всегда я же говорю наверное мне уже какая-то это амнезия что ли как-то это вообще последнее время думаю что вот в этом году мне будет 62 63 года это возраст нашего пророка думаю я отжил уже может быть свое уже потому что я много его тоже рассказываю вам про эту жизнь вы все равно пишите бред большинство вот про замужество на бред вы спросите у тех женщин которые здоровье патриар жизнь патриарду не спросите бред это бред это бред давайте зовите всех сюда замуж блядовите здесь принца ждут зовите все дозвались уже это благодаря ходили здесь блин теперь сами ходят для попрощайничать деньги счета выставляет просит деньги у людей и в телеграмме и в ютубе потому что никому же турция не становится интересным уже не ста потому что многие начали понимать как как люшкин говорил сатур сатирик был так у него такой нас год как солнце мазарило я вот сейчас посмотрел один передачу короче как две чукчи короче до парня через чукотку на рыбацкой лодки короче переплыли король соединенных штатами америки представляете это надо такой смелость по атлантическом океану ну там не такой жены все равно километра жизнь по холодному морю вот они рассказывают как они сейчас в америке живут нормально отлично живут отлично живут и работают все-все и много таких здесь невозможно работа где работа найдешь ладно эти деньги не жалко если бы работа была бы была бы работа за которую платили да это какая там 50 тысяч пупов пусто берут но если ты работой работы нету ну что даже граждане работа если нету ребята так что здесь только расход только расход 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 так что ну банковский процент там это надо переждать если не там 40 полтора месяца есть три месяца вот лирах ну вот за это время заработаешь а если тебе дать трех месяцев вот такой вот обстоятельства потребуются деньги ходить попрощайничать что ли а пойдешь банка это самое твои проценты все пропадут у них нет такого даже если один день вперед заберешь об условленного срока все деньги твои пропадут вот такие дела поэтому мужики я чё хочу вам сказать работа этой своей головой никого не слушайте никогда никого не слушайте ошибку сделаете это будет ваша ошибка вам не будет обидно никого не слушайте вот я если бы тогда бы это самое да я бы отправил бы я бы сейчас бы 6 тысяч лир бы сэкономил бы 6 тысяч лир бы я все экономил бы это большие деньги ну тем более как да если бы не было большими деньгами если бы я до этого сколько денег бы не заплатил бы понимаете не было бы этого так что работайте своей головой как моя мама говорила вот сейчас у меня есть мыслишки в голове которые я должен притворить в жизнь и никого не слушать тогда я знаю что у меня все будет хорошо но если кто-то мне тормознет кто-то например свое мнение скажет не мнение а мне нишка скажет все нафиг если я прислушаюсь все вот эти две чукчи чукчи оказались умнее чем я хотя анекдоты делает вот чукчи такие про это они умнее оказались два мужика короче переплыли на и живут кайфуют короче вот вы написали что работа это всевышнего этом комментарии что здесь прекрасно да прекрасная страна есть у вас есть много много денег и если в работу не просите и если готовы за все платить за их не обман везде вот это вот обман везде кидалово обман кидалово обман это здесь как устроен вы правильно тоже еще один комментатор написали что 1400 лет такой продолжается мечети молятся все-все а на улице выходят делать свои дела они аллаха ничего не боятся я тоже сказали бога не боишься аллаха не боишься я такой же мусульманин я нельзя так делать у меня нет денег а у меня что печатный станок что ли нет хотя он мои видео смотрят что я выставил вот это на продажу все выставляю а у меня другого выхода не было другого у меня выхода нету так что вот такие дела ребята всех вам благ пока